В Тверскую область пришла оттепель. Сотрудники управляющих компаний разбирались с последствиями продолжающейся непогоды. Снегопадов, оттепели, дождя, морозных ночей и снова снега, но уже мокрого. Погода тут же проявила слабые места в коммунальной сфере. Тверичанка уже несколько лет остается один на один со своими проблемами. В истории дляющейся два десятилетия проблем разбиралась наша съемочная группа. Олеся живет в этом одноквартирном доме в четвертом поколении по договору социального найма. Отдельный дом, хорошая территория, все неплохо. Если бы не регулярные коммунальные бедствия, то крыша потечет, то стена чуть ли не рухнет. Со временем у нас стали отходить вот эти стены с левой и с правой стороны. Но через суд, опять же, мы обратились к нашей администрации по заключению мирового соглашения. Они сделали вывод такой, что смысла в новой кладке нет. И решили усилить стену вот таким вот образом. То есть они навесили какую-то монограмму весом 153 килограмма. Считают, что это должно было решить проблему. Я нанимала независимого эксперта, который дал мне заключение о том, что стены обратно не пододвинулись. Вот там расщельно в 10 сантиметров, но туда по-прежнему попадают осадки. Дом 1953 года постройки. Раньше ремонт делала ЖКУ-29. Но потом она развалилась. Ремонт с техническими ошибками никто признавать не хочет, рассказывает женщина. А дом фактически отсутствует на плане города. Уже 20 лет Олеся пытается добиться капитального ремонта дома. Но ВОЗ и ныне там. Удается произвести хоть какие-то работы только через суд. Но их качество оставляет желать лучшего, говорит Олеся. Такой ремонт, который они нам делают, нам по сути делает еще хуже. Они перекрывали нам крышу, но с учетом экономии средств, может быть, каких-то технических характеристик, у нас теперь крыша стечет. Я обращалась обратно в соответствующие органы, на что они мне отписались о том, что рекомендательный характер залезть на крышу и самостоятельно чистить снег. Мы обратились к юристу, чтобы разобраться в вопросе Дверичанки и понять, кто должен ремонтировать этот одноквартирный дом. Так как данное живое помещение находится в муниципальной собственности, обязанность по проведению капитального ремонта возложена также на муниципального собственника, в частности, на администрацию города Твери. Если орган местного самоуправления не выполняет свои обязанности по проведению капитального ремонта, в добровольном порядке, полагаю, необходимо обратиться в контролирующую органу, в частности прокуратуру, которая проведет проверку и примет меры в пределах полномочий, или обратиться в соответствующий суд, в данном случае это будет пролетарский районный суд, с иском обязывающего характера приведение жилого помещения в надлежащее состояние и приведение капитального ремонта. Ну а пока женщина уже 20 лет бьется в закрытую дверь. Быть может, после нашего сюжета ситуация изменится.